АДКБ захотелось НАТО, осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в Евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с организацией Североатлантического договора. Это положение совместного заявления глав государств членов ОДКБ 16 мая в Москве. Такой пассаж на фоне антинатовской истерии в российской пропаганде выглядит вполне закономерно. Несмотря на то, что спецоперация члена ОДКБ России была предпринята, в том числе, чтобы не допустить расширения НАТО, за эти три месяца Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, а Украина, Грузия и Молдова стали без пяти минут кандидатами в члены ЕС. Примечательно, что своей речи Путин заявил, что у России нет проблем с вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, так как у России нет с ними территориальных споров. А с Украиной есть, и Путин не хочет конфронтации с НАТО из-за спорных территорий. Собственно, какая конфронтация, если ОДКБ готов сотрудничать с НАТО? Вчера Россия на уровне посла в США впервые допустила капитуляцию в Украине. Хотя посол сказал, что этого не случится, но упоминание капитуляции говорит о том, что шаги по отступлению рассматриваются. И сотрудничество с НАТО – один из таких шагов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok